Такого цинизма по отношению к населению, ко мне лично, как к гражданину Красноярска, я не представляла. Я просто не представляла. Когда я пришла, вы знаете, что меня больше всего поразило? Я вошла в зал и увидела, что мест в зале-то нет. Ну, думаю, ладно, пришла без 26, значит, уже как бы опоздала. Но количество мужчин, которых находили в зале, вдруг один из них меня узнал, сказал, пожалуйста, присаживайтесь рядом. Вот я говорю, я, наверное, опоздала. Он говорит, да нет, мы уже как час здесь сидим, нас привезли и сказали, что мы должны здесь находиться. Добрый день, друзья. Давыденко опять дает олигархам по рогам. А тут классическая схема. Когда нужно кого-то облапошить, они подвозят правильных людей на автобусах. Месяц назад мы обсуждали, как автобусы с подготовленными избирателями ездят кругами по районам в пользу Единой России. А в этот раз отрабатывают не чиновники, а олигархи. И речь не о выборах, а всего лишь о медленном убийстве миллиона человек ради их коммерческих интересов. 47% выбросов в городе Красноярске производит завод алюминиевый. Не транспорт, как нас убеждали, что более 50% этого выброса транспорта нет. Мы с этими тогда, как счетная палата, были не согласны. И вот на самом деле Русал подтвердил и сказал, что 47% выбросов делают они. Вы о чем? О каких выбросах? И тут же своим подручным. Этой нельзя давать слово, она не то скажет. Население. Одного из худших по экологии городов мира Красноярска – 1 миллион 100 тысяч человек. Мужчин, женщин, детей и стариков. Все они живут более короткую и болезненную жизнь, чем могли бы. Все они рано или поздно тяжело заболевают из-за дико плохого качества воздуха. Вдруг оказывается, что ровно половина всей этой грязи – один только завод. Один завод Дерипаски – Красноярский алюминиевый завод. Кратко – КРАС. А вышла удивительная женщина, которая сказала, что она представляет интересы у Русала. Это консалтинговая компания, которой поручено, вдумайтесь, поручено провести слушание в муниципальных органах власти. Это реальный шанс остановить беспредел хотя бы одного олигарха. Друзья, максимальный репост, пишите длинные комментарии. Там идет конкретная борьба и есть шансы на успех. Нужно призвать людей объединиться и не думать о том, что, о боже, меня могут уволить, а выйти на улицы, потребовать, продавить общественные решения и добиться того, чтобы ситуация изменилась. Сейчас вы услышите о том, что уже 7 лет назад решение было найдено, и завод был обязан его сделать, но все делают вид, что ничего не происходит. Я хочу, чтобы вы все поняли, как конкретно работают эти долбаные враги народа. Просто, что называется, загинаем пальчики. Первое. Они привезли на автобусах людей, чтобы обычные жители не могли на слушание попасть. Второе. Вместо работы местных чиновников эти слушания проводит частная консалтинговая компания. А дальше что? Частная полиция? Частные тюрьмы? Частные суды? Ах да, недавно уже прошла новость, что собираются создать в России частных судебных приставов. Приватизация 90-х покажется сладкой сказкой, когда будут проданы целые функции государства. Мне было очень жалко тех мужиков, которые сидели в зале. Я вышла за трибуну и пыталась к ним обратиться, смотрела им в лицо, в глаза. Кто-то опускал голову. Кто-то потом останавливал и пояснял, что, ну, поймите правильно, нас привезли, нам сказали, иначе нас уволят. И я этих мужиков-то понимаю, потому что им надо кормить семьи. Вместе с вами смотрю на вас, мужики, и думаю, поднимите руки. Те, кто работают на красной, вас же видно. Кто получает заработную плату 150 тысяч? Поднимите руки. А я знала, что у вас будет такая реакция. Я просто знала, что у вас будет такая реакция, потому что никто из вас не получает. Третье – это главный козырь олигархов. Вы же помните, как эти флагманы свободного рынка и независимого бизнеса – Виксельберги, Прохорова, Реттенберги, Миллеры, Прохоровы, Грефы – чуть что бегут за помощью в бюджетный карман. У них какой аргумент на все случаи жизни? Ну как же? Мы же создаем рабочие места, платим людям высокую зарплату. Если мы вдруг разоримся, будет плохо всем. И на этом заводе Долбаная Дерипаска врет всем, якобы платит рабочим по 150 тысяч рублей зарплату. А на самом деле, вы видите, в разы меньше. Два человека по признакам сотрудники Красноярского алюминиевого завода. И мне понравились мои высказывания по регламенту общественных слушаний. Я считаю, что я на это имею право. И таким образом они угрожали моей жизни и здоровью. Сказали, что я выйду из зала, меня изобьют и так далее, и так далее. Я руководитель правозащитной общественной организации. Четыре года меня избили, сломали колено. Поэтому к угрозам третьих лиц я отношусь серьезно. Я прошу привлечь их к установленной законам ответственности, как минимум взять с них объяснение. Тем более мы не знаем, кто эти люди. Мне тоже люди угрожали, работники Красноярского алюминиевого завода. Меня он угрожал, между прочим, бычки собирают. Да, 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 они вот оскорбляли. Мне вам показать их? Да, да, эти самые сотрудники Красноярского алюминиевого завода. Обслуга олигарха, которые людей привезли, чтобы занять зал, они еще и избиением угрожали тем, кто задавал неудобные вопросы. Женщинам, толпа мужиков. Очень интересные вещи сказал Иван Серебряков. А что мы, как город, как граждане, имеем с того, что у нас работает такое неэкологичное производство? Что у нас так? Если сегодня мы с вами посмотрим, просто, в крачный день, Красноярский алюминиевый завод, и позже не будет отрицать того, что нес на себе колоссальную социальную нагрузку. Где эта социальная нагрузка? Сегодня. Что у нас сегодня строятся? Детские сады, школы, больницы, красноярцы делают, вот, лечатся, отдыхают и так далее. Где? Но сегодня у нас с вами нет. Мало того, что этот завод никакой пользы обществу не приносит, так вредные производства еще много лет назад должны быть перенесены за город в область. Для этого государство даже деньги выделяло. Семь лет назад в Красноярском райе была утверждена процедура в том, что Русалу разрешается делать правильные обучения два экологически чистых цеха для производства, и вы мне скажите, это так, для производства, что происходит? Для того, чтобы с Красноярской эти цеха увезти. Сейчас. Там они не построены, здесь ничего не сделано, а пытаются нам сейчас сказать о том, что на семье давайте мы этой уголубой здесь пройдем. Кроме того, а кто получает выгоду со всей этой мерзкой истории? Иностранцы. Наталья пакет, я не знаю на сколько процентов, но более 51 это точно, скорее всего, ближе к 100 процентам, передо в руки иностранных граждан. Мы принадлежим к краю, налоги в офшор, далее продукция за границу уходит, нам остаются выбросы, алкогольные болезни. Друзья, ведь у нас так же по всей стране происходит. Олигархи сосут наши ресурсы, в том числе убивают наше здоровье. Они используют жизни людей ради собственного обогащения, здоровья наших детей. Они оставляют после себя выжженную землю, чтобы купить побольше яхт и замков в любимой Европке. Россия с этого ничего не получает. Наоборот, помогает деньгами в случае кризисов. Как правило, с выгодой для конкретных чинуш. Работяги при этом получают мифически высокие зарплаты только на бумаге. А то, что завод еще 7 лет назад обязан был убрать самые вредные цеха в пригород, делают вид, что ничего особого не происходит. За каждую смерть красноярца от онкологии, ему 10 или 80 лет, отвечает лично Дерипаска, наравне с другими олигархами в других регионах России. За освещение ситуации благодарю канал Красноярские новости и, конечно же, поражаюсь мужеству Татьяны Давыденко. Помню еще под первым видео, когда о ее работе мы говорили в первый раз, когда эта смелая женщина пошла против воров в погонах и очень высоких должностях и напоролась и на увольнение, и на угрозы, и на уголовные дела против дочери, когда всерьез взялась за систему убийства сибирских лесов, еще тогда мне писали в комментариях, это все гнилой пиар, она сама воровать хочет, вы бы спросили красноярцев, что они о ней думают. Сегодня я узнал ответ. Вот простые красноярцы и тема не самая хайповая. Хорошо, прошу внимания. Моя хайповая, это студент Татьяна Алексеевна. Вопросы, Захвачкин, почему вы не соглашаетесь, почему вы не идете на это? Давайте мы пойдем консультивным путем, и люди требуют этого. Правильно. Слышите, что мы вас верим? У вас что-то получится, мы с вами. Давыденко, уважение и благодарность. Друзья, надо держаться вместе, вместе мы сила. И да, теперь у нас есть и группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылки найдете в описании. Подписывайтесь, ставьте лайк, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев, и до встречи уже завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok